Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги Воплощение Мечты и наша рубрика Таро. Блиц, Блиц Таро. Накопилось немалое количество интересных комментариев от вас, поэтому есть нам о чем поговорить, побеседовать, обсудить, так сказать, да. И поговорим, поговорим, конечно. Так. Сейчас много комментариев на тему Порошенко. Сегодня я сделала видео по этому вопросу. Мне лично, это знаете, как, у меня есть свой личный интерес к этому делу, потому что, я бы сказала, вот довольно долгое, большое, продолжительное время. Многие мои знакомые доказывали мне, знаете, с пеной у рта, что вот Порошенко такой прям вот герой и такой он молодец. Ну, что, собственно, никогда не соответствовало моему мнению. Так как я далека от, знаете, таких политических фактов каких-то, да, мне вообще-то все, эта вся грязь, я тяжело это все воспринимаю. И я чувствую, знаете, на уровне энергии. И вот у меня мое острое убеждение, что передо мной все-таки вор чистой воды, чистой воды. А мне доказывают, что нет, ты просто не понимаешь. И начинают, не знаете, массу аргументов, каких-то фактов доводить, которых я все равно не знаю, правда это, неправда. То есть я не собираюсь в этом разбираться. Но своей чуйке я доверяю, я доверяю своим ощущениям, да. Ну и вот сейчас, уж раз нашла коса на камень, и сейчас у нас какой-то пошел разбор полетов, то мне все-таки интересно эту тему довести до конца, да. Даже для себя самой доказать, что все-таки мои ощущения, они имеют место быть. Ну и, скажем так, где-то каким-то образом поставить точку в наших спорах с моими знакомыми, да. Вот так кто же, кто же есть Порошенко на самом деле. Ну и, соответственно, здесь много комментариев на это видео пришло. Вот, кстати, очень интересно. Елена Беспечная пишет. И Дурню понятно, что Медведчук поставил перед собой цель избавиться от сильнейшего оппонента, а потом с Зеленским расправиться будет менее затруднительно. Пусть помечтает. У Порошенко очень сильная поддержка как адвокатуры, так и 25% его избирателей. Значит, Елена, что у меня есть сказать по этому поводу? Согласна, у Порошенко очень сильная адвокатская поддержка, и мы это видели в раскладе, да, картой адвоката и дьяволы. Несомненно. Я думаю, он таки там и сможет выбраться из этой сложной ситуации, скорее всего. Но есть все-таки большой момент, и он серьезный по поводу 25% избирателей. Ну, мои хорошие, 25% избирателей, как вы говорите, давно уже миф. По факту на сегодня, вот если взять сейчас реально какой-то рейтинг, кто занимается, может быть, кто-то видел, где эти реальные рейтинги, да, популярности политика публикуются. Возможно, вы найдете. Ну, как бы моя ставка не более 10%. Моя ставка не более 10% это реально его поддержка. И то, это, знаете, такие самые такие упрямо упоротые. Есть такие люди, которым настолько тяжело признать, что они были неправы, что легче обвинить весь мир. Но сказать, что я, да, я ошибался в этом человеке, они не могут. И вот таких упоротых 10%, да, несомненно, есть, вероятно. Ну, это так вот, плюс-минус. Так что 25, конечно, забудьте, как страшный сон, и их уже давным-давно нет. Так. Ага, конечно, Порошенко был не один. Медведчук же сказал, что Аваков, Гонтарева, Луценко, Грицак, вся организованная преступная группировка во время войны уничтожала страну. Ну, да, дело в том, что, вы понимаете, я Медведчука не слушала всю его речь. Ну, правда, я не выдерживаю долго вот это все слушать. Мне вот эти все негативные вещи, я просто не могу долго. Я послушаю, например, там, ну, 5 минут, и я сразу переключаю. Я как бы поняла основную идею и убираю это видео, потому что мне это, меня это грузит все. Поэтому, да, если сказал, ну вот, понятно, Аваков, Гонтарева, Луценко, ну, Демчишин. Честно говоря, из этих фамилий, ну, Авакова я знаю, Гонтареву, Луценко, Демчишина, понятия не имею. Грицак, Грицак что-то такое, да, что-то знакомое. В общем, ну, я же говорю, политика и я, это разные вещи. Я воспринимаю человека энергетически, да, на уровне его, вот, ощущения. Какой он, что он несет за собой, какой у него шлейф, чем от него пахнет, да. Вот, поэтому, как бы, ну, вот так, вот так. Вот, очень интересный комментарий. Иран, Иран, тетенька разложить три раза и каждый раз по-разному будет. Кто вы, смешная. Это знаете на какое видео? На мое любимое видео. Это же теперь мое любимое видео. Юрий Швец, кто он и чем дышит. Вот, три раза, да, вы правы, я три раза, по сути дела, раскладывала на него. И знаете, я что вам скажу, в чем прелесть? Прелесть в том, что все эти три раза очень красиво дополняли друг друга. Ведь все три расклада, по сути, они ответы на разные вопросы. Что такое Таро? Таро отвечает на вопрос. Вот, задаете вы вопрос конкретный, что за человек. И Таро выдают характеристику, правильно? Ведь у человека есть много хороших качеств. И тут в какой-то момент, в самом первом видео на этого швеца, ну, вы же хотите про швеца поговорить? Ну, давайте разберем. Самое первое видео. Меня просят в комментариях. Наташа, вот такой есть Юрий Швец, посмотрите, пожалуйста. Фамилия мелькает часто, ну, окей, посмотрим. Я начинаю его смотреть. Специалист, видно, что какой-то военный, видно, что умный, видно то-то-то. Тут у меня выпадает дьявол, видно его зависимость от денег, давление на него какое-то, что-то там нечистое, ну, я об этом и говорю, да, что, да, человек этот специалист, но с ним лучше быть все-таки осторожным с тем, что он говорит, потому что там что-то не то. Посыпалась куча комментариев в защиту, адвокаты наши тут активизировались. Я делаю второе видео, второе видео, которое уже отвечает на другие вопросы. Является ли Швец агентом, работает ли он на разведку, там, какие у него истинные намерения и так далее. Таро дает еще ответы определенные. В третьем, соответственно, видео, ну, там это было просто маленько, блиц, по-моему, какой-то, да, опять на соответствующие вопросы Таро дает ответы. Дорогие мои, это не разные расклады, это дополнение одной картины, знаете, как мазки, мазки на картине, которые вырисовывают полный, так сказать, натюрморт. Вот, так что, вот такой мой будет ответ, дяденьки, Иран, Иран. Вы, конечно, слабы в анализе, Иран, Иран. Я думаю, вам нужно быть более все-таки дальновидным, потому что либо вы плохо смотрите расклады невнимательно, либо вы не отличаетесь, конечно, анализом. Ну, я вас не блокирую, я вас не блокирую, я вам оставляю возможность все-таки при желании приходить в гости и, возможно, и сегодняшнюю нашу беседу послушать, да, и ответ для вас, поэтому я вас не блокирую, да. Пока я не вижу ничего оскорбительного в комментарии, пока я спокойно реагирую. На тетеньку нормально, нормально, дяденька. Так, очень приятно, что вы, в отличие от других тарологов, анализируете свои расклады. Хочется, чтобы это качество, а также ваша скромность и ответственность остались у вас, и когда вы станете мастером таро. Спасибо за интересные расклады. Суперовский комментарий, он прям, знаете, такой, хочется поговорить. Ну, во-первых, анализируйте свои расклады. Да, мне нравится. Почему я объясню, это как работа над ошибками, да. Потому что я изучаю тему, и я отношусь к таро не как просто к магии, а как к какому-то научному процессу, да, как к какому-то, как к науке. Вот я вам объясню. Таро. Что такое таро? Это мы достаем картинки, и мы их анализируем, да. Вот скажите, психиатры, психологи, вы же знаете, наверняка пользуются теми же методиками. Больным, пациентам своим, больным, да, кому-то, они дают возможность анализировать какие-то картинки с какими-то изображениями. И по их анализу, да, они делают какие-то заключения. То есть это абсолютно научный факт. Как это там, видимо, же научные, научные же деятели, медики великие разработали, да, какие-то грамотные люди разработали эту систему анализа картинок. Вот таро, что-то подобное, понимаете, что-то подобное. Только эти картинки мы достаем как бы из подсознания, потому что наша рука, она работает, знаете, как нейронные связи между рукой и подсознанием. Есть нейронные связи между мозгом, да, и частями тела, периферическая система нервная и центральная, да, а это связь между периферической нервной системой, какую ты карту достаешь, и подсознанием. То есть мы из подсознания достаем, это, знаете, такая форма ясновидения, когда я не вижу вот так реально, вот я смотрю на человека, я не вижу, что у него было. Но из подсознания я достаю через картинку, через картинку достаю вот это понимание, да, вот этот образ, и уже через картинку могу его рассказать. То есть для меня это прям вот что-то такое, то, что можно изучить, то, в чем можно разобраться, в том, в чем где-то должна быть какая-то логика. Я же говорю, я совершенно прологичный человек, и я хочу найти логику, истину, знаете, как это, вот прям вот разобраться все-таки. Поэтому, да, я люблю делать анализ, я понимаю, что могут быть ошибки, я хочу понять, почему эти ошибки сделаны, да, и по возможности их не совершать. То есть, ну, вот такой подход, такой подход, не подход бабы-яги, да, или там ведьмы, а подход все-таки такого младшего научного сотрудника, если хотите, да. По поводу скромности, это я не соглашусь, ну, лев и скромность, извините, но это не, ну, это просто, ну, вы понимаете, каждый человек создан таким, как он создан. Ну, я стараюсь, как бы, да, не поддаваться искушению львиному, потому что я знаю, где у львов грех, они могут быть немножко такими, знаете, самовлюбленными, самоуверенными. И я знаю, где слабинка львиная, я, конечно, стараюсь ее держать в узде, но скромность это слишком, конечно, это вы загнули. Львы не скромные люди, ну, никак не скромные, они не стесняются своих хороших качеств и умений, они умеют их преподнести, в принципе, поэтому со скромностью, конечно, это вы загнули. По поводу ответственности, да, да, ответственность это очень свойственно, потому что я боюсь просто так наляпать, да, и всегда предупреждаю, что уровень ответственности там вот какой он, да, чтобы люди понимали, насколько можно полагаться, что все-таки для меня Таро это вот такая наука, которую я изучаю, но это не есть, это не есть истина, которую я глаголю, я не ясновидящий человек, не ясновидящий, ну, по крайней мере, так, как вы себе это представляете. Вот любой вопрос задаете там, ой, Наташа, я слышала то-то, как вы, скажите, как там есть? Да, я не знаю, как там есть, я понятия не имею, то есть мне для того, чтобы узнать, нужно вникнуть в это, какой-то образ себе нарисовать в голове, как-то это представить, увидеть это, и потом уже этот образ раскрыть картами, то есть отвечать на абсолютно любые вопросы тоже я не могу, мне нужно сначала вот здесь этот образ себе какой-то представить. В общем, как это работает, я до конца не понимаю, поэтому я это изучаю, вот изучаю. Так что, самой, в общем, интересно, самой интересно, что из всего, из этого получится. Я всегда знала, что у меня развита интуиция, но я же никогда этим не занималась, никогда, и хочется, если уже что-то делать, то делать профессионально, чтобы делать профессионально, то нужно изучать, в любом случае, нужно изучать и учиться. А если ты учишься, то ты должен понимать, что у тебя могут быть ошибки, и это нужно их признавать, да, а не тупо. Нет, вот так и все, нет. Даже те люди, которые учатся, даже профессионалы допускают ошибки, да, вот хирург с большим опытом может допустить в какой-то момент ошибку, да. Конечно, что студент этих ошибок будет допускать 9 из 10, да, а какой-то опытный хирург допустит 1 из 10, но все равно это возможно, это возможно. Поэтому тут нужно реально оценивать ситуацию и свои способности, и вообще возможности, конечно же. Насчет ответственности, да, скромность, нет, не про меня. Но я знаю, что это слабое место, и стараюсь его держать в узде. Кстати, всем львам советую, наше искушение дьявольское, это вот это вот самолюбование, это для львов слабое место, и оно нам вредит. Все-таки придерживайтесь, придерживайте, да, вот так, контролируйте это вот, это вот, это качество львиное. Пожалуй, это единственное, что у львов такое вот из негативного. В целом они, ну, хорошие такие, классные. Но вот это, есть такое, да, есть слабинка, есть, ну, как у каждого человека. Так. И я голосую за отпуск, спасибо, Наташенька, за расклад. Это расклад для львов, торога-раскоп для львов. Левушки, посмотрите, пожалуйста, я сегодня делала торога-раскоп для львов. Что я вам хочу сказать, мои хорошие? Если вы в июне не запланируете себе отдых хоть какой-нибудь, то я вас предупреждаю, у вас просто организм сам укатает либо на больничную койку, либо просто на кровать, да. Просто практически вот очень актуально тема отдохнуть и оздоровиться. Потому что либо сами пойдете, да, либо добровольно, либо силком вас уложат в отдых. Поэтому, дорогие мои львы, в июне очень серьезно подумайте про отдых. Это очень важно. Я вам серьезно говорю. Порошенко по житю вылыбный комбинатор. Я согласна. Да, вот такой человек. И я вам скажу, он ему везет, в принципе, по жизни. Везет же не только хорошим людям, да, везет разным. Вот он такой вот счастливчик. Но сколько веревочки не виться? Сколько веревочки не виться, как говорится. Закончит он все равно плохо. Вот, еще интересно. Про Олю Полякову. Классный комментарий. Татьяна М. А вот, что Оля ведьма, я не согласна. Мак, мне кажется, говорит о том, что она сама своими руками, используя разные инструменты в жизни, манипулируя людьми, сделала себя. И надеется только на себя. Ну, Татьяна. Что в данном случае вы здесь мне отпишите? Спасибо большое, что вы прямо участвуете в комментариях, отвечаете и на мои ответы, да, участвуете в диалоге. Я что хочу сказать. Когда я говорю ведьма, я не подразумеваю бабу-ягу какую-то, которая там, да, что-то колтует. Ведьма человек, который, знаете, как говорится, ведает, обладает, имеет, вот манипулируя другими людьми. Так вот, манипулировать другими людьми как раз и может женщина-ведьма. Правильной интонацией, правильным взглядом, правильным тоном, да. Это и есть ведьма. Вот такая вот ведьма. Поэтому Оля Полякова ведьма, мои хорошие, ведьма. Ну, наверное, у нас просто с вами разное понимание самого слова ведьма. Поэтому вас оно смутило. Меня не смущает абсолютно. То есть я бы не отказалась, например, чтобы меня считали ведьмой, да, но просто мне самой кажется, что я не дотягиваю еще. Ну, не дотягиваю. Хотя, знаете, это такое, мне кажется, почетное звание на самом деле для женщины. Почетно. Так. Ол. Алл. Олл. В общем, по поводу тоже Порошенко. Комментарий. Олл. Чувствуется, что свое негативное отношение очень спариваете зрителям. Да, у меня есть, вы правы, у меня есть негативное отношение. Ну, насчет очень впариваете, я поспорю, потому что впариваете. Впариваете, знаете, это могут впаривать там на базаре какие-то просроченные продукты. Я ничего не впариваю. Я высказываю свое мнение на своем канале. И человек сам правит смотреть, либо не смотреть, да. Но высказывать свое отношение я могу, да. И я постоянно говорю о том, что на своем канале я не глаголю истину. Я глаголю свое мнение, свое отношение. Несомненно. Поэтому, ну да. Оно у меня негативное, но я его не впариваю, я его высказываю. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот видите, многие львы чувствуют то же самое, что и я, что им очень нужно отдохнуть и куда-то поехать. Вот Елена тоже пишет, да. Вот видимо все-таки действительно соответствуют люди одного зодиака, у них есть что-то общее, много общего достаточно. У меня тоже яркое такое ощущение, я же рассказывала, да, что уже нужно куда-то ехать, нужно куда-то ехать, нужно отдыхать, мне уже очень нужно солнце и смена картинок, очень нужно. Но, к сожалению, я думаю, мне это не светит в ближайшее время, у меня сука, похоже, беременная, не очень вовремя все это, ну посмотрим. Начинаю колдовать победу, благодарю за расклад. Ну это для близнецов, да, близнецы, уж пожалуйста, постарайтесь и наколдуйте нам победу, потому что ну очень надо, вы видите, как все неоднозначно. Давайте, близнецы, вы будете в июне прямо на высоте, вы будете очень сильны. Видите, львы слабеют в июне, а вот близнецы в самом соку, в самой силе, поэтому близнецы, давайте вперед. Вот, Наташенька, слышала от таролога, что в 24 году будет Третья мировая, то ли военные нападки, как вы видите, 24 год. Я не знаю, как я никак не вижу 24 год, но я вам скажу, что Третья мировая, она уже началась, если вы этого не заметили. Да, она такая, не так, как вы себе это представляете, наверное, как бы по фильмам, да, о Первой мировой войне, но она уже началась. Вы вот обратите внимание, сколько каких-то конфликтных точек по земному шару, там что-то взорвалось, там какой-то конфликт, там туда войска подходят. Она уже началась, она началась вот вместе с решением Путина идти на Украину. Одновременно началась не просто война против Украины, России, это началась мировая война. Это по моим ощущениям, это по моим ощущениям. Знаете, открыли, открыли ящик Пандоры, и все, дело времени. К сожалению, да, это мировая война. Ну, вот такая она будет, такая она будет, вот, своеобразная. Львов тут много мне отписалось, да, Левушки, держитесь, мои хорошие, главное, отдыхайте, отдыхайте, пожалуйста, это очень важно. Любовь Маркова пишет, спасибо Наташенька, мой сын рак, и он сейчас защищает нас. Ждем его уже с победой, очень волнуемся за него. Любовь Маркова, дай Бог, чтобы ваш рак, ваш сынок вернулся с победой. Я вот искренне вам желаю и прям посылаю лучики добра изо всех сил. Пусть вернется героем и с победой. Дай-то Бог. Так, Наташенька, милая, по этому поводу к вам вопрос на Блиц по результатам сегодняшнего расклада. Часть территории, которая будет поводом, не до конца довольны, это не Херсонская ли область? Не знаю, значит, смотрите, про Херсонскую область у меня был расклад, Херсон, да, что вернется в самом конце. Вы можете, ну, я не знаю, если вы найдете. Херсон и Мариуполь, единственные два города, на которых был расклад, вернутся в Украину, но смерть, после смерти, после трансформации, когда что-то трансформируется и закончится. Вот такие вот дела. Так что я вам хочу сказать, очень даже такое может быть, что и Мариуполь, и Херсон, потому что они идут парой. Парой. Я думаю, Херсон будет так же, как и Мариуполь освобождаться. Что-то такое, что-то такое. Ой, сейчас давайте посмотрим, как будет проходить освобождение Херсона. Что я смогу увидеть? Как будет проходить освобождение Херсона. Ну, неплохо уже то, что он остается ресурсный, то есть он не будет уничтожен. И благодаря работе Союза, благодаря работе Союза. И еще, знаете, тут туз Пентакли, это будет какой-то шанс, что-то будет, знаете, возможно, за какие-то санкции, за отмену каких-то санкций будут покупать. Знаете, как будто бы Херсон покупают. Да, понимаете, тут будут, смотрите, тут большие ресурсы, видите, я не вижу, слава Богу. Херсон, что я вам хочу сказать, что, вероятно, вас не будут военным путем, прям военным освобождать. Вот, вот прямо, а что-то тут такое, понимаете, сохраняя ресурсы города, сохраняя людей, но это будет проходить работа какого-то союза, видите, работа какого-то выбора союза, работа. Видите, чтобы сохранить ресурсы бережно, видите, чтобы сохранить ресурсы. И, может быть, даже откупая, получается, да, но, смотрите, карта единства Украины, несомненно, Херсон вернется, вернется. Ну, знаете, я хочу сказать, что для вас, видимо, даже для вас, для самих Херсон лучше, чтобы вас не военным путем освобождали. Потому что, вы же понимаете, военным путем это разрушение города. Здесь, возможно, ваша оккупация продлится, но город уцелеет, а это же, ну, как бы, понимаете, человеческая жизнь, она дороже и разных там плакатов, лозунгов, да, там, освободить, зрада, ребят, жизнь человека, она дороже всего. Поэтому тут такой выбор, освободить город и разрушить, вы же понимаете, никто так просто не уйдет, будет все разрушено. Либо договариваться и, да, где-то на какие-то уступки даже идти, чтобы сберечь людей, ресурсы. Ну, вот и смотрите, поэтому относитесь к этому разумно. Уж если так получилось, что в Херсон зашли без боя, то хотя бы цените то, что вас хотят освободить тоже без боя. Вот, ну, вот такая ситуация, такая. Ну, так говорят карты, но посмотрим, как будет по факту. Я говорю о картах, да, вот то, что падает. Опять же, ну, я не претендую на истину, но по-большому счету дай Бог, чтобы у вас действительно было освобождение без военных действий. Это, я думаю, важно для любого, для любого украинца. Никто не хочет ни единой смерти. Это самое страшное. Нет ничего дороже человеческой жизни. Ну, вот так. Давайте что-нибудь позитивненькое. И мы завязываем на сегодня, потому что почти 30 минут. Вот, добрый день. Скажите, пожалуйста, будет ли Третья мировая война? Очень позитивно, да. Я отвечаю, да, она уже, если вы не заметили, то она уже есть. Так, и опять вы просите, сделайте расклад на Гетманцева. Дорогие мои, я его глаза не видела, я его не представляю. Он для меня пустое место, этот Гетманцев. То есть, чтобы мне делать на него расклад, мне нужно найти его кучу видео, посмотреть, знаете, прочувствовать его, что он за человек и делает. То есть, увидеть его. Если я его не могу вживую, то как-то, да, увидеть. А он мне почему-то не интересен. Вот хоть тресни, да. Вот у меня прямо, вот меня воротит от этой фамилии, я не хочу его смотреть. Поэтому не просите Гетманцева, я не буду смотреть. Не знаю, почему, но он мне, не ложится у меня, знаете, вот не ложится. Не хочу, какая-то интуиция подсказывает, это мне не надо. Не буду смотреть. Не знаю я, кто он там такой, за бизнес, что-то там ругаются на него. Ну, да бог с ним. Это, я думаю, это просто не мое дело. Так, давайте о хорошем. Вот, Ирина Воробьева, красивая вышиванка. Спасибо, Ирина Воробьева. Вот на этом мы и остановимся. На этом мы и остановимся. Сегодня, как видите, я уже в свитере, не вышиванке. Холодно, у нас очень похолодало, очень. 23 мая, погода как будто бы в марте, в середине марта. Просто дубарь. Естественно, никакое топление я не включаю, уже вроде бы, ну, нелогично. Опять эту систему, все запускать, дом прогревать, нет смысла. И, ну, очень свежо. Видите, я одета. Я хожу одета. Никуда не годится. Это, конечно, погода мерзкая. Вот. Хотя, с другой стороны, огород поливать не надо. Тоже во всем есть свои плюсы. Дождиком поливает. Ну, вот такие вот дела, мои хорошие. Я вам благодарна за то время, которое вы подарили мне. За то время, которое вы провели в гостях на моем канале. В гостях у заводчика Корги. Воплощение мечты. До новых встреч, мои хорошие. Мы обязательно с вами увидимся. Надеюсь, я сегодня еще и дев порадую гороскопом на июнь. Постараюсь найти для этого время. Девы, ждите. Всего хорошего. Люблю, целую. Пока.